Всем привет! Всем привет! Девчонки, мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам свой заказ с сайта... Как вам так показать? Багздрав, это уже моя вторая посылочка с этого сайта. И что хочу сказать, у них появилась ещё косметика. Она с пропионовыми бактериями идёт. Соответственно, она будет очень хорошо восстанавливать микрофлору на вашей коже. А это значит, что по идее, по свойствам этих бактерий, у вас кожа должна быть значительно лучше, чище. Ну, о косметике я немножко расскажу попозже. А сейчас начну с заквасок. Или о косметике лучше. Или о заквасках. Но если что, промотайте. Я внизу распишу, откуда начинается у нас повествование о косметике, которую я там заказала. Обязательно посмотрите. Потому что действительно понравилось. Действительно очень хорошее. Ну, быстренько расскажу о заквасках. Потому что я уже неоднократно в каждых влогах, которые у меня есть... Допустим, я очень часто приезжаю сюда к родителям. И мы заквашиваем те или иные продукты. Мацони, кефир и так далее. Уже тоже повторяюсь не впервые, что чем вот эти вот закваски, они полезны или так, нужны нам, да. Если вы купите кисломолочку, которая продается в магазинах, то срок хранения, как правило, у этой кисломолочки месяц. Вот представьте себе, какое количество полезных бактерий может там находиться на протяжении месяца. Они, естественно, погибают, там нет определенных условий, там в основном уже неживые бактерии. То есть вот такой вот живой кисломолочки в магазинах встретить сейчас нереально. Либо это должна быть кисломолочка с минимальным сроком хранения. Но такого сейчас, к сожалению, у нас в магазинах нет. А здесь у вас есть возможность в домашних условиях сделать любой кисломолочный продукт, скажем так, с живыми бактериями. То, что действительно принесет вам пользу, восстановит микрофлору вашего желудка. Как можно пользоваться этими заквасками? Ну вот я сейчас вам буду показывать, какие они у меня есть и, соответственно, буду рассказывать о каждой из них. Ну, возьмем, что мы возьмем? А где у меня здоровье? У меня есть где-то женское здоровье. Вот закваска, например, Гармония. Что можно с ней сделать? Вот в каждой такой коробочке находится по 5 стиков, по 5 пакетиков. И каждый стик можно использовать на 3 литра молока. Но, как правило, мы такого количества не заквашиваем, в 1 литр мы высыпаем. Ее можно использовать в двух направлениях. Вот эта вот закваска Гармония. Она специально предусмотрена для женского здоровья. Восстанавливает нашу там естественную микрофлору, чтобы у нас и, ну скажем, в интимной зоне тоже было все в порядке, чтобы у нас не было молочницы, чтобы у нас нормально работал желудочно-кишечный тракт. И здесь огромное количество различного рода бактерий, живых бактерий, живых микроорганизмов. Вот посмотрите, их, по-моему, насчитывается, там, если не ошибаюсь, 19 штук. Это самое многочисленное по содержанию молочнокислых бактерий закваска, чем все остальные. Так вот, можно, как ее использовать? Можно делать кисломолочный продукт на основе этой закваски. И можно делать в трех вариантов, причем, даже если у вас нету йогуртницы. Первый способ – это йогуртница, да, если вы таковую имеете, берете, заквашиваете. Тут инструкции все вложены. В каждой коробочке есть вот такая вот бумажка, это целое полотно огромнейшее, вот, где рассказано о всех тех заквасках, которые есть, в принципе, в этой компании. И есть закваски для приготовления сыров, творога, сметаны, это вот такие вот полотна огромные. И можно заквашивать в йогуртнице, как один из способов. Можно заквашивать обычным способом в кастрюле кипятить молоко до такого состояния, чтобы у вас палится мизинец. Вот я пускаю, если он терпит температуру молока, то я насыпаю туда один стик на кастрюльку. Ну, мы обычно берем литр, полтора литра, три литра мы никогда не брали. Закутываю все это дело в полотенце, и стоит у меня, и там через 6-8 часов примерно можно уже есть готовый продукт. И третий способ – в термосе. У меня есть маленькие термоса, я наливаю туда молоко, дома я так делаю в Саратове. Термос держит тепло, как вы знаете, очень долгое время. Соответственно, этого времени достаточно для того, чтобы бактерии подействовали и молоко у вас заквасилось. Конечно же, брать желательно домашнее молоко, если у вас есть какая-то такая возможность. Есть фермерские сейчас магазины по городу, по разным городам. Ну, хотите магазины, просто я в качестве магазинов не уверена. И третий способ использования, второй способ использования – это можете просто утром натощак за 30 минут до еды налить, я обычно беру теплый стаканчик водички, растворяю содержимое одного стика и натощак за 30 минут выпиваю, если не хочу заморачиваться с этими заквасками. Таким образом, вот эта закваска, она восстанавливает функциональность организма, чтобы он нормально не работал, и чтобы микрофлора тонкого кишечника, толстого кишечника, она была у нас в нормальном виде. И еще я хочу сказать, отметить для тех людей, которые в данный момент проходят антибиотики, кто пьет сейчас, да. Когда мне назначили антибиотики, врач сказала, что параллельно нужно пить какой-то аптечный препарат, она назвала мне, точно не помню. А я говорю, у меня есть закваски, а она говорит, да, они подойдут, вот, это то же самое, что если, линокс же есть вот такие вот, это то же самое, она говорит, вполне себе можете параллельно с применением антибиотиков, чтобы не подпортить микрофлору, чтобы, когда мы пьем антибиотики, там же убироваются не только вредные бактерии, да, болезнетворные бактерии, но еще и полезные. То есть убивается полностью вся микрофлора вашего кишечника. Соответственно, для того, чтобы вот нивелировать вот это действие антибиотиков, необходимо параллельно еще применять пробиотические продукты. Либо вам назначают врачи, вы покупаете их в аптеке где-то, либо можно вот заменить вполне вот такими вот продуктами. Это у меня закваска Гармония, вот я как раз на протяжении 5 дней буду себе с утра натощак ее принимать. У меня сейчас ничего нету, да, я с утра раньше принимала один препарат, сейчас с утра мне нечего пить натощак, поэтому я вот это вот буду закваску применять, принимать. Вот, если такой пробиотик здоровья, смотрите еще, его тоже можно как использовать, берете и обогащаете любую пищу, которую вы едите. Салат себе нарезали, присыпали немножко порошочком из стика, вот вам пробиотическая еда получилась. Суп себе налили, главное, чтобы еда была не горячая, чтобы не убить эти бактерии. Борщ какой-нибудь, суп налили, кашу наложили, сверху присыпали, то есть вы таким образом обогащаете свою пищу, и она у вас становится пробиотической. И, соответственно, ее можно использовать тоже в качестве закваски, делая из молока какой-нибудь кисломолочный продукт. Потом я еще взяла себе ацидофилин, заквасочку. Многие из вас знают, особенно мамочки, палочка вот эта вот ацидофилус, она очень полезна для маленьких детишек, ее можно прям с маленького возраста применять, вот это вот, даже йогурты, я знаю, вот смотрела, продаются в магазинах с этой палочкой. Там даже есть специальная такая пометочка, что с ацидофилином, с вот этой палочкой. Очень хорошо тоже восстанавливает микрофлору вашего кишечника. Я более подробно на каждой закваске буду останавливаться, когда уже буду делать кисломолочный продукт. И на этот раз я решила взять себе еще, заказать сыр. Не совсем еще пока разобралась, как это делать. Надо написать в компанию. Здесь есть сам сычужный фермент. То есть обязательно нужно заказывать сычужный фермент. И сама закваска, сырная вот эта вот закваска. Потом, когда уже сделаю, я вам разберусь. В этой схеме я вам покажу, потому что хочется время выделить больше все-таки на косметику. У них появились, то есть в первый раз, когда я делала заказ, у них не было еще косметики. Сейчас у них появилась косметика. Там, начиная от возраста 16+, то есть для подростковой даже кожи есть линейка. Есть для возраста 25+, а есть для возраста 35+. Все баночки, все тюбики вот с такими дозаторами. Дозаторы очень удобные. То есть сюда не будет попадать воздух. Вы нажимаете, и нужное количество продукта у вас выдавливается. То есть с помощью вакуума, там пресс какой-то есть, у вас пшикать будете. То есть это не баночки открытые, куда будет попадать воздух. Бактерии будут размножаться, да, вредные. Все очень герметично. Еще плюс ко всему обратила внимание, срок годности у этой косметики 9 месяцев. Вы редко встретите вообще на рынке косметическом продукты косметические, где будет срок хранения 9 месяцев. Это о чем говорит, что там содержится маленькое мизерное количество консервантов. Оно тоже необходимо, потому что иначе без консервантов любой продукт не будет храниться больше 5 дней. Посмотрите, молоко оставьте где-нибудь там на столе, он у вас на следующий день уже закиснет. Любой продукт будет пропадать, не будучи в холодильнике. Максимум в холодильнике он 5 дней пролежит. Да, может быть у кого-то срок чуть-чуть побольше. Но в любом случае консерванты должны здесь находиться. Но несмотря на это, здесь все вот эти вот, вся косметика, она состоит на 90, сколько-то процентов. Здесь содержится 98% натуральных компонентов. Также здесь нету сульфатов, парабенов и ГМО. То есть практически полностью натуральный продукт. 98% это большой процент. И что я взяла? Я взяла себе, сейчас поближе вам покажу, сыворотку для лица. Сыворотка это для возраста у меня 35+, под номером она 41. Здесь 50 мл. Я немножко уже попробовала, потестировала. Так как у меня сейчас есть линейка, которую я хочу докончить, потом уже приступить к этой. Но решила просто потестировать. Мне нравится консистенция, такая она не густая, очень приятная. На запах мне понравился этот продукт. Вот видите, они такие не тяжелые, хорошо впитываются в кожу. Как пользоваться сывороткой? Нужно брать небольшое количество, смешивать, ну либо самостоятельно наносить на кожу, либо смешивать с дневным кремом. И тоже разносить вместе по массажным линиям на коже. Потом я взяла еще здесь себе дневной крем, у него немножко сладковатый запах, он тоже для возраста 35+. И скраб для лица, скраб для лица мне очень понравился. Я даже, знаете, есть у меня сейчас еще остатки предыдущего скраба, но настолько мне понравился этот, что я решила пока пользоваться им. У него очень меленькие вот такие вот абразивные частички. Я на это всегда обращаю внимание, потому что именно только мелкие абразивные частички смогут у вас хорошо отполировать лицо. И при этом они не поцарапают у вас кожу, не нанесут микротравмы, которые будут невидимы там невооруженным взглядом, да. Но кожа у вас почувствует. И вот такая вот мультивитаминная маска для лица. Ее нужно наносить 2-3 раза в неделю на 15 минут. И потом вы ее не смываете, а просто промакиваете салфеткой остатки. Но я когда нанесла первый раз, у меня никаких остатков не было, потому что у меня полностью весь продукт впитался в кожу. Единственное, она потом немножко скатывается. То есть, ну вот утром я встала, и у меня такие катышки были на лице. Можете смыть и нанести дневной крем, можете оставить на лице. Огромным преимуществом являются вот несколько моментов, которые я уже обозначила. Это маленький срок хранения. Это то, что продукты находятся, косметика герметично упакована. И это препятствует размножению там близвиднетворных бактерий. Полностью, практически полностью лишена химии, СЛС, парабенов. На 98% состоит из натуральных ингредиентов. И еще один такой момент, здесь есть литазы, это оболочки бактерий полезных и содержимое этих бактерий. И соответственно, вот сейчас прочитаю, как правильно называется, потому что я весь язык поломала пока. Лизат пропионобактерии пропионолиз. То есть, вот этот вот компонент, он у вас формирует, скажем так, родственную вашей кожи микрофлору. И соответственно, это будет препятствовать образованию прыщей на вашей коже. Будет кожа лица очищаться от воспалительных элементов. Восстановится работа сальных желез, АПХ уровень у вас станет нормальным, скажем так, который свойственен коже, да, человека. Буду тестировать. Потом с вами в очередном видео поделюсь своими результатами. Ну, естественно, по консистенции вам поближе. Уже в своих влогах покажу, когда начну активно пользоваться этой косметикой. Но в данный момент я осталась в восторге именно как раз от скраба для лица. Вот, люблю-люблю прям. Такие хорошие мелкоабразивные скрабы. Всё, на этом мы с вами прощаемся. Ссылочку, как всегда, я оставлю в зубу на футбоксе к этому видео, если кто-то заинтересовался. Перейдёт очень часто во влогах. Я показываю, как мы сквашиваем эти закваски. И всем вам желаю крепкого здоровья. До новых встреч на моём канале. Подписывайтесь, ставьте лайк, либо дизлайк. И всем пока-пока.